Эрназар и Кеменазар Когда был подишах со своей семьей и свитой, приехал молодой принц. Это был Эрназар. Хотя никто и не догадывался, кто он, но его тут же пригласили на самое почетное место за столом. Принц присел рядом со своей женой. Два его старших брата сидели рядом с подишахом, не обращая внимания на знатного гостя. За общей беседой попросил подишах старших братьев рассказать, как же они охотились на диких птиц. Пришлось им придумывать разные небылицы. Послушав их рассказ, Эрназар сказал подишаху Мой повелитель, ваши зятья сказали вам неправду. На самом деле, это я помог им и отдал часть добычи. Взамен же они оставили мне свои кольца. Вот они, смотрите. Так старшие братья опозорились перед всем народом. А подишах и вовсе потерял к ним доверие. Как только закончился праздник, они все вместе возвратились во дворец. А Эрназар попросил у подишаха разрешение отлучиться. Мой повелитель, мне нужно покинуть вас. Дайте мне сроку три дня. Получив одобрение подишаха, Эрназар добрался до берега одной широкой реки, раскрыл перочинный ножик и произнес Кеме Назар, слушаюсь и повинуюсь, Назар. Постройка на этой реке прекрасный замок. Пусть крыша его достает до самых небес, а низ не касается водной глади. Тот же миг над рекой появился огромный, красивый замок. После этого Эрназар возвратился к подишаху. Господин, я вернулся, как и обещал. Только теперь позвольте покинуть вас вместе со своей женой. Куда же вы пойдете? Есть у нас свой дом. Там мы и будем жить с вашей дочерью. Очень удивился, государь. Что за дом? И где он находится? Эрназар же поклонился и ответил. Не беспокойтесь, повелитель. Мы обязательно пригласим вас к себе в гости. Тогда все сами и увидите. Получив разрешение подишаха, Эрназар вместе с женой отправился в свой дворец. В комнаты дворца они поднялись с помощью специальной лестницы. А потом Эрназар тут же убрал ее. И стали они с принцессой счастливо жить в своем замке. На службе у Эрназара был Кеменазар, который выполнял все его приказы. Когда же юноша уходил на охоту, он настоятельно предупреждал принцессу. Никого не впускайте в наш дворец. Если же решите выйти из замка, то не забудьте поднять лестницу. Ну, хорошо. Давайте пока оставим их здесь и узнаем, что же происходит тем временем в стране. А в государстве прокатилась молва, что, дескать, сын простого бедняка, обычный оборванец, женился на младшей дочери подишаха и отдал за невесту колым в несколько тысяч голов лошадей, овец и верблюдов, которые были нагружены мешками и сундуками с золотом, серебром. И теперь они живут в замке, что висит над рекой, не задевая водной глади. А башни дворца уходят высоко в небо и теряются в облаках. Эта молва дошла и до повелителя соседнего государства, Карахан-Шаха. Надо сказать, что во дворце у этого правителя прислуживала одна старая колдунья. Узнав про чудесный замок, Шах повелел немедля привезти эту женщину. Послушай-ка, старуха, говорят, что у одного падишаха есть зять-оборванец. Живет он вместе со своей женой во дворце, который якобы висит над рекой. Иди-ка ты туда, старая, да разузнай, правда ли это. А заодно выведай и секрет этого оборванца. Слушаюсь, мой повелитель, все будет сделано так, как вы пожелаете. Долго ли, коротко ли, но пришла колдунья к той самой реке. Нашла замок и стала звать принцессу. Эй, дочка, выгляни в окошко. Никого у меня не осталось из родных. Живу я одна-одинешенька. Эх-эх-эй, впусти ты меня к себе. Буду служить тебе верой и правдой. Здравствуйте, матушка. Спасибо, но нам не нужна служанка. Но старая колдунья была очень хитрая. Никуда она не уходила и все время стояла у реки и причитала про свою горькую жизнь. Просилась во дворец. Так прошло десять дней. Пожалела принцесса старуху и стала упрашивать Эрназара. Там внизу сидит одна старушка и все просит, чтобы я взяла ее к нам в замок служанкой. Никого у нее, бедняжки, из родных не осталось. Что плохого она нам может сделать? Давайте возьмем ее к себе прислуживать. Эрназар согласился. Так колдунья попала во дворец и стала прислуживать принцессе. Своим зорким оком внимательно следила старуха за тем, что происходило в замке. Заметила она, что каждый день, непонятно откуда, появляются на столе самые вкусные блюда и сладости. Но ведь в доме не было никого. Кто бы мог приготовить все эти кушанья? День за днем, вкратчивыми речами, коварная колдунья заговаривала принцессу и однажды сказала. Доченька, твой муж очень хороший человек. Долгих лет вам жизни вдвоем. Такой большой, богатый колым он отдал за тебя, а потом еще и дворец небывалой красоты построил. Это же просто чудо! Спроси как-нибудь у своего мужа, ну как он все это сумел сделать? Слова старушки заставили призадуматься принцессу. И вечером, когда Эрназар возвратился с охоты, она стала его расспрашивать. Муж мой дорогой, я вот все думаю, откуда вы могли взять столько богатства, чтобы расплатиться с моим отцом? И как смогли вы в одиночку и всего за несколько дней построить такой огромный замок? Это мой секрет. Никому я о нем не рассказывал. И вам тоже не могу сказать. Как же так? Вы не хотите раскрыть мне свой секрет? Значит, вы не доверяете мне? А я думала, что вы любите меня. С чего вы это взяли, принцесса? Вы мне дороже жизни, и я во всем доверяю вам. Тогда докажите мне это. Раскройте свой секрет. Ну, хорошо. Все дело здесь, в пирочном ножике. Ах, а ведь до этого дня вы мне даже не показывали его. Потому что это должно оставаться тайной. Днем я ношу его у себя в кармане, а ночью прячу под своей подушкой. На следующий день, когда Эрназар отправился на охоту, колдунья пришла к принцессе и ласково спросила. Ну что, красавица, ну что, доченька, разузнала? Да, я все узнала, бабушка. Доверчивая принцесса рассказала старухе то, что поведал ей муж. Вай, 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 вай. О, как интересно. Наверняка ты сама еще не видела этот пирочный ножик. Сегодня ночью осторожно вытащи его из-под подушки мужа и принеси сюда. Вместе посмотрим на него. Вечером Эрназар вернулся с охоты очень уставшим и тут же лег спать. Когда он уснул, принцесса незаметно вытащила нож и отнесла старухе. Хитрая колдунья взяла ножик в руки и сделала вид, что рассматривает его, а потом вдруг сказала. Кимю Назар, немедленно отправь оборванца далеко-далеко на болото, а замок этот перемести в город, которым правит Карахан. Приказ колдуньи тут же был выполнен. Утром, когда Эрназар проснулся, он увидел вокруг себя лишь болото. Понял он, что зря не послушал совета отца и раскрыл тайну ножика. Но делать нечего. Отправился юноша, куда глаза глядят. После нескольких дней пути набрел он на неприступную крепость с огромными железными воротами. Стал Эрназар стучаться в ворота. Через несколько минут они открылись, и юноша увидел настоящего дракона с огнедышащей пастью, с большими крыльями. Эрназар не растерялся и поприветствовал его. Салям алейкум, почтенный! Валейкум салям! Молодец, богатырь! Я уважаю воспитанных людей! Заходи, отдохни! И уж очень ты мне понравился! Эрназар последовал за драконом и очутился в просторной гостиной. Огнедышащий змей оказался очень гостеприимным и сперва хорошо накормил его, а потом попросил юношу рассказать обо всем, что с ним приключилось. Когда Эрназар закончил рассказ, он обратился к дракону. Прошу тебя, помоги мне! Как мне найти ту старуху и возвратить мою принцессу и мой дворец? Хорошо! Я вижу, ты смелый и достойный человек. Так и быть, помогу тебе! Для начала научу я тебя колдовским заклинаниям и превращениям, а потом мы вместе отправимся в путь. Стал змей учить Эрназара колдовству. Через некоторое время решил он проверить юношу. А ну-ка, вспомни заклинание, которому я обучил тебя, и превратись в белого голубя! Юноша что-то прошептал и тут же обернулся белой птицей. Понял дракон, что парень готов. Превратившись в голубей, полетели они прямо во дворец Карахан-Шаха. Добравшись до стен дворца, змей и Эрназар снова приняли свой облик. До вечера подождешь здесь, а с наступлением темноты обернешься голубем и сядешь на окно Шаха. Дождешься, когда Карахан уснет. Залетишь к нему в комнату и заберешь ножик из-под подушки. Эрназар поблагодарил за все дракона, и тот улетел к себе домой. С наступлением вечера юноша сделал все в точности так, как учил змей. Залетел он в покое заснувшего Шаха, взял перочинный нож, отошел в угол комнаты и тихонько произнес. Кеме Назар? Слушаюсь и повинуюсь, Назар! Где ты был все это время? Я был здесь. Где находится нож, там и я. А как ты тут оказался? Эх, Назар, не по своей воле. Кому попадет в руки этот перочинный ножик, тому я и служу. И я обязан выполнять все пожелания своего хозяина. Не зря отец наставлял тебя, предупреждал, чтобы ты никому не рассказывал и не показывал ножик. Ой, а ты поведал этот секрет своей жене. Та же доверилась коварной старухе, и она воспользовалась этим. Ну, того, что сделано, уже не изменишь. Впредь будет мне наука, а сейчас преврати завистливого шаха и хитрую колдунью в камни, а замок наш верни на свое место. Тот же миг и злобная колдунья, и жадный карахан превратились в камни. Дворец же возвратился на свое место. Юноша и принцесса опять стали жить мирно и счастливо. Однажды Эрназар, как и обещал, пригласил падишаха в гости. Правитель пришел к нему со своими женами, дочерьми, зятьями и всей дворцовой свитой. Эрназар решил раскрыть свое истинное лицо и оделся, как подобает принцу. Повелитель удивился, увидев вместо зятя оборванца статного юношу. Эрназар отвел падишаха в сторонку и рассказал ему все, что с ним приключилось. Это очень растрогало государя. Сынок, не обижайся. Никогда человек не может точно знать, кто перед ним стоит. Ты смелый и достойный юноша. Потому хочу я, чтобы ты занял трон вместо меня. А я, я уйду на заслуженный отдых и буду наслаждаться жизнью. Так Эрназар стал падишахом. Правил он мудро и справедливо. Вот, видите, ребята, Эрназар добился многого благодаря любви и уважению к своему отцу. А также благодаря своему трудолюбию и честности. Не зря в народе говорят, кто хорошо трудится, тому есть, чем хвалиться. Аудиосказка была представлена Агентством информации и массовых коммуникаций совместно с Министерством дошкольного образования.